Медаль за службу в спецназе нашла своего героя. Оленьчанин Руслан Алексеев принимал участие в первой чеченской кампании в 1994-1995 годах. И государственную награду ему вручили спустя 22 года. С подробностями наши коллеги. Руслана Алексеева призвали на срочную службу в 1994 году. По распределению он попал в часть спецназа внутренних войск под Ангарском. Оттуда молодых ребят направили в Северную Осетию, затем в Дагестан и позже в Чечню. На тот момент там вовсю шли боевые действия, о которых бойцы даже не знали. 11 декабря по тревоге подняли и поехали в Чечню. А мы до этого времени не знали, что там война началась. Там никакой информации не было. Даже письма не доходили до дома. Вот так вот я попал в эту войну. 1995 год сержант Алексеев встретил в Чечне. После полугодовой командировки ему вручили краповый берет. Затем был отпуск в Ангарске и вновь возвращение в Грозный. Еще шесть месяцев в горячей точке. За время службы Руслану не раз приходилось проявлять стойкость и мужество. Но он и не думал, что спустя 22 года получит государственную награду – медаль за службу в спецназе. Это награда Ассоциации ветеранов боевых действий органов трудодел и внутренних войск. Вручается награда за достойное исполнение своего воинского долга, за мужество и горизм при проведении боевых действий. И я считаю, что хоть и через 20 лет эта награда пришла, но тем не менее это говорит о том, что наш с вами земляк достойно прошел свою воинскую службу. И пускай даже через такой срок, но в общем-то награда нашла героя. Благодаря социальным сетям Руслан поддерживает связь со служивцами. В марте 2018 года он планирует встретиться с товарищами в Ангарске, откуда много лет назад отправился служить в Чечню. В память о тех событиях возле военной части бойцы спецназа установили памятник солдатам, которые навсегда остались в городе Грузно.